Сегодня Всемирный день борьбы со СПИДом. Как в Украине и как в Одессе борются с этой проблемой, поговорим с нашим следующим гостем Сергей Жук, пресс-секретарь Одесской молодежной организации «Лайт». Здравствуйте, Сергей. Вот такой вопрос. Сколько сейчас суточная стоимость, ну сколько стоит борьба со СПИДом у человека в сутки? Ну, к сожалению, эти вопросы я не могу ответить. Я могу рассказать, как мы, молодежь, боремся с этой проблемой. Мы были организатором акции, которая сегодня в Одессе проходила. Акция сегодня в Одессе, она еще сейчас проходит. Суть акции заключалась в том, чтобы объединить общественные организации и студентские самоуправления вузов и провести такую информационную кампанию по всем вузам города Одессы. Рассказать студентам, как нужно себя предохранять, что такое ВИЧ, что такое СПИД, чтобы они, во-первых, не путали, а во-вторых, знали, что ВИЧ все-таки можно вылечить. И нужно вылечить или поддерживать на каком-то жизнеспособном для организма уровне. Стараться, конечно же, вылечить. То есть эти все вопросы мы разъясняли студентам. И параллельно же, конечно же, раздавали средства контрацепции, то есть презервативы, чтобы они предохраняли себя. Это самый верный путь вообще уберечь себя от такой беды. Скажите, пожалуйста, вот за последнее время сколько вы занимаетесь вот такой активной деятельностью в этом направлении? — Ежегодно мы проводим такие акции. Это не только 1 декабря. — Ну вот конкретно вы. — Конкретно наша организация занимается несколько раз в год, эти мероприятия такие проводят. Суть в том, что есть благотворительные фонды, которые готовы давать и презервативы, и литературу, то есть информационную поддержку, и только нет волонтеров. Вот наша организация старается привлечь и студентов, и обычных активистов в Одессе. И чтобы совместными усилиями максимально большой такой резонансный, ну волну провести прямо информационную по вузам и города нашего Одесса. — Ну замечаете ли вы, что люди действительно более информированы в этом вопросе? — Вот в том-то и вся проблема, что мы замечаем, что тенденция наоборот, что студенты мало об этом знают. Вот, к примеру, те же люди, которые употребляют наркотики, они знают намного больше, как нужно себя уберечь от ВИЧ, от СПИДа и других там гепатитов. А студенты мало об этом знают. Они пытаются уйти в сторону, они думают, что их дом с краю, это их не коснется. И вот для этого мы проводим такие акции, чтобы все-таки объяснить им, что они в первую очередь могут поступать. — Насколько сами акции эффективны в том смысле, что вы, конечно, можете их проводить хотя бы каждый день, но если интерес будет нулевой, то и эффекта, соответственно, тоже не будет. Сегодня утром мы, когда начали проводить акцию в ВУЗах, мы заметили, что сначала студенты стеснялись, но потом, когда их сверстники уже подходили к нам общаться, уже организовывалась вокруг нас большая компания людей, и они интересовались этим вопросом. — То есть ваши акции проходят у стен высших учебных заведений, вы с руководством заведений не встали? — Мы с руководством ВУЗов тоже хорошо сотрудничаем, но суть этой акции была в том, чтобы во время перемен, когда студенты отвлекаются от учебы, дать им полезную информацию. Потому что когда мы заходим в аудиторию, начинаем объявлять им, что, как и зачем, почему, они почему-то первые 5-10 минут слушают, потом они просто им уже становятся неинтересно. А вот в момент перерыва, вот это как раз-таки эффект, когда неожиданности, мы им четко даем информацию, что нужно делать. — Скажите, а какие вот программы, возможно, опыт международных сообществ или других стран, какие программы действуют в Украине по обеспечению, возможно, уже медикаментами? — Я знаю, что мы сотрудничаем с общественными организациями, с удовлетворительными фондами. Они имеют и лекарства, они имеют и бесплатные тесты. То есть они имеют какую-то базу. — Тесты разве эффективны? Вот можно с уверенностью сказать, что они показывают точные результаты? — Который беспокоится о своем здоровье, он должен в любом случае пойти проверить себя на бесплатном тесте, и потом уже в дальнейшем они должны уже понимать, что либо у них позитивно, либо негативно. — А как тест выглядит? Где это можно сделать? Вот прямо в палатке или… — Сегодня приезжал амбулаторий, и в 4 часа будет на Думскую площадь. Это небольшой тест, который буквально там каплю крови берется, и он моментально показывает. То есть это не нужно там переливание крови делать или какие-то хирургические вмешательства. Это максимально быстрый эффект и безболитный. — А такой же тест можно купить, например, в аптеке? — Да, в аптеках тоже он продается, но он там, скажем так, за деньги. Есть «Вера, надежда, любовь» общественная организация на Красново, она находится. Туда могут в любой день любой желающий подъехать, в интернете найти адрес, телефон, записаться, подъехать и бесплатно абсолютно пройти этот тест. — Ну, опять же, вот хочу ваше внимание на этом заострить. Можно доверять результатам такого теста, который или в аптеке будет куплен, или у вас? — Я не специалист, но я думаю, что он дает максимальный эффект. Если он даже ошибочный дает, то они все равно, специалисты данной организации, уже направляют в спидцентры, там, где они могут пройти повторный тест и убедиться, может быть, была ошибка, может быть, еще что-то. Тем более ВИЧ, сколько мне известно, первые месяцы вообще он дает негативный. Ну, то есть его нельзя определить. — Первые 3-6 месяцев. — Да, то есть есть какой-то период, этап этой, скажем так, заразы, которую нельзя изначально определить. То есть лучше желательно несколько раз в год проходить просто этот тест и быть уверенным, что ты здоров, либо, не дай бог, уже заразился, принимать какие-то меры и бороться с этим. — То есть ваша главная цель — это призывать людей несколько раз в году хотя бы, да? — Мы хотим, чтобы студенты, молодежь основной, потому что это, и они именно сейчас подвержены этой большей ВИЧ-инфекции, чтобы они ходили и проверялись. Не боялись, не стеснялись, тем более это можно пройти, скажем так, инфициально, чтобы никто об этом не узнал и не боялись ничего. — Как мы понимаем, Украина, к большому сожалению, в числе первых стран по уровню заболеваний в Европе. Давайте посмотрим небольшой и короткий сюжет. Какая статистика мировая? В мире насчитывается около 40 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Из них меньше половины получают антиретровирусную терапию. Эпидемия ВИЧ по-прежнему продолжает быстро распространяться в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Африка к югу от Сахары остается наиболее затронутым регионом. Здесь проживает 67% всех людей, живущих с ВИЧ. Изрегистрирован 91% всех новых случаев инфекции среди детей. В США сильнее инфицированы жители сельских районов и южных штатов, в частности Абалачо в районе Дельты Миссисипи и области на границе с Мексикой. Индия и Российская Федерация входят в топ-10 стран по количеству ВИЧ-инфицированных. Помимо антиретровирусной терапии, людям с ВИЧ часто необходимо консультирование и психологическая поддержка. Доступ ВИЧ-инфицированных людей к надлежащему питанию, безопасной воде и основным гигиеническим средствам. Ну вот такие данные. Есть какие-то, возможно, замечания у вас? Замечаний нет. К сожалению, мы увидим эту тенденцию, которая развивается. Но опять же, Инна передо мной правильно сказала, что люди начали больше ходить на тесты. И из-за этого, может быть, оно и возросло так. Показатели увеличения заражения людей. Может быть, оно наоборот. Это только специалисты могут говорить. Вы как активист, как считаете или как вам понятна ситуация, правительство достаточно уделяет внимания этой проблеме? К этому поводу я, конечно, бы сказал, что я не наблюдаю социальной рекламы вообще. Ну то есть телевидение, средства массовой информации этот вопрос вспоминают только 1 декабря, когда Международный день борьбы со СПИДом. Вот это факт. У правительства, возможно, есть какие-то программы поддержки ВИЧ-инфицированных. То есть эти программы, может, они и работают, но это недостаточно, чтобы в стране бороться с этим. Ну а закупка медикаментов за чей счет происходит? За счет международных каких-то совместных фондов или за счет государственных средств? Есть за счет государства и есть за счет благотворительных фондов. В основном это европейских и американских. То есть глобальные фонды, которые ведут борьбу со СПИДом, с ВИЧом в мире. Ну, большая доля на чьи плечи ложится? По моему мнению, конечно же, это глобальные фонды, и они именно этим занимаются. Они имеют больше, я так понимаю, финансирования на данные. Но на самом деле ведь речь идет о миллиардах. Вот когда в Америке обнаружили эту проблему, сначала тоже очень так, ну, скажем, замалчивали, глаза закрывали, а потом миллиарды долларов было брошено для того, чтобы информационные кампании проводить, и, соответственно, какая-то медикаментозная была поддержка. В Украине такого нет и, вероятно, не будет. Но при этом этот год, не знаю, знакомы ли вы со статистикой, 2016-й стал переломным в некотором смысле для людей, которые являются ВИЧ-инфицированными. Впервые бюджет на здравоохранение был увеличен на 2 миллиарда гривен. Финансирование программы по противодействию эпидемии ВИЧ. Это достаточно хорошо, но все равно мало, я считаю. Потому что эту проблему нужно решать еще более глобально. Скажите, ну, конкретно вот ваше участие, активистов, волонтеров, не следует бы в какой-то структурированный порядок перевести, где ежемесячно, возможно, проходят какие-то ознакомительные мастер-классы, вернее, какие-то познавательные лекции и прочее? Мы стараемся, мы работаем над этим направлением, конечно же. Но не структурно, да? Но не структурно, да. Нас объединяет только то, что мы общаемся с общественными организациями, с студентскими советами и стараемся найти определенные дни в году, когда мы можем собраться большей командой и работать. Как бы ежегодно, ежемесячно так проводить, это, к сожалению, сложно и в том плане, что это волонтеры, им никто не платит деньги. Они абсолютно бесплатно выделяют свое время, свой целый день или несколько часов времени, чтобы прийти и сделать абсолютно бесплатную эту работу и хоть какую-то частичку своего, не знаю, вклада сделать в борьбу против СПИДа. Услышали вас. Спасибо, Сергей. Продолжим общаться на эту тему через небольшую новостную паузу. У нас в гостях был Сергей Жук, пресс-секретарь Одесской молодежной организации «Лайт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова